К сожалению, век технического прогресса дает не только новые возможности для получения знаний, но и создает ряд угроз, мешающих образовательному процессу. Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал результаты опроса россиян по поводу использования гаджетов в школе во время уроков. Выяснилось, что 83% наших соотечественников считают, что личные телефоны мешают детям учиться. Три четверти опрошенных одобряют идею о запрете использования смартфонов в школе. Однако сами школьники, да и многие родители, все же предпочитают оставаться на связи без перерыва. Вредят ли мобильники учебному процессу и можно ли найти устраивающее всех решение, узнавала наш корреспондент Анастасия Бучок. 1 января 2021 года Роспотребнадзор рекомендовал ограничить использование гаджетов детьми в школе. При этом отмечалось, что они все же могут свободно пользоваться телефоном как средством связи, однако не могут применять в образовательных целях. Также многие педагоги сетовали на то, что телефоны отвлекают от учебы, а ученые все чаще стали поднимать проблему ионизирующего излучения от сотовых средств связи. Мы решили узнать, что об этом думают тверичане и нужно ли запретить использование телефонов в школе. Я считаю, что да. А почему? Потому что они не нужны совершенно. Они отвлекаются, дети, на телефоны. Телефоны иногда помогают учиться, посмотреть какую-нибудь информацию, которая нет в учебнике. А вы так считаете? Я тоже считаю, что нет. Даже если исписывают, а кто не исписывал? Школа – это интеллект, а не лазит там. Кажется, что телефоны необходимо сдавать. У нас в нашем городе, например, очень замечательная практика есть. Специальная коробочка с подписями Иванов, Петров, Сидоров, где ребята непосредственно вставляют свои телефончики. И просто часто бывают ситуации, когда учителя позволяют себе какие-то недопустимые вещи по отношению к детям. И у детей должен быть способ защититься и доказать свою правоту. В случае чего камера под рукой, диктофон, телефон – это удобно. Что в школе, что в студенчестве. Телефоны должны быть только на перемене. Потому что эти люди маленькие со своим рассеянным вниманием не могут сконцентрироваться на получаемой информации. Постоянно отвлекаются и новых знаний никаких не приносят. Как видим, мнение тверичан далеко не однородно. Некоторые уверены, что телефоны просто необходимы на учебе. А некоторые утверждают абсолютно обратное. Как это на самом деле? Приведенные исследования показывают, что телефоны не только мешают процессу обучения, но и пагубно влияют на здоровье детей и подростков. Потому что гаджет вырабатывает опасное излучение, которое полугощается щетчаткой глаза, головным мозгом, структурами слухового, вестибулярного и зрительного аппаратов. Поэтому негативному влиянию подвержены как эти органы, так и нервные окончания. Эксперты также выделяют вред и с психологической точки зрения. Все складывается к тому, что ребенок должен развиваться. Когда он что-то делает сам и получает результат, вот такое происходит внутреннее вознаграждение. Внутри его мозга выделяют специальные вещества, активные, которые создают такое хорошее настроение. Удовольствие человек получает от того, что он что-то сделал, получил хороший результат. А опять же, телефон дает готовый результат. Удовлетворение есть от этого, а сам процесс обучения отсутствует. Это вредно, потому что, по сути дела, ребенок не развивается. А ведь развитие и обучение – это как раз то, для чего существует школа. Правильное формирование в детстве, активность, интерес к реальному миру – это залог того, что в будущем из ребенка вырастет здоровый, гармонично развитый человек. А значит, и ограничение использования телефонов во время уроков – это не просто вынужденная мера, а, похоже, необходимая.